Друзья, рубрика про витамины и сегодня у нас водорастворимый витамин под названием фолиевая кислота или витамин В9. Это антианомический. А что делает? Ну если я вам скажу, что он делает, он делает единственную вещь. Он определяет перенос одноуглеродных групп CH, CH2 и CH3. Но это так важно, что просто не будет образовываться ни ДНК, ни РНК, если этого витамина не будет. Первый раз я столкнулась с дефицитом по этому витамину, когда работала генетиком и поняла, что если его недостаточное количество, то просто не закладывается головной мозг. У плода ананцефалия, это видно на УЗИ, или спинобифида, то есть спинномозговая грыжа, ниже которой у ребенка, который имеет абсолютно нормальный интеллект, ничего не двигается. Ни ножки, ну и всю жизнь в памперсах, потому что органы малого таза работают как им хочется, их нельзя контролировать. Невозможен синтез фосфолипидов. Мы, наверное, с вами уже обсуждали, что это структурная единица каждой вашей клеточной мембраны. То есть просто не из чего строить клетки. И, конечно же, контроль работы генов. Ну, в общем, этого маленького витамина, если В9 не хватает, то вся жизнь расстраивается в организме. Сколько нам нужно? Немножко, всего лишь 400 мкг. И для того, чтобы взять 400 мкг, в принципе, достаточно субпродуктов из домашней курицы. 400-700 мкг. Ну, такое редко мы кушаем, тогда ладно, печень баранья. 400 мкг – суточная профилактическая норма. Но тоже редко кушаем. Тогда бобовые, отварные бобовые тоже 400 мкг. То есть, в принципе, взять достаточно легко. Если у вас не отберет ваша кишечная микрофлора. Нормальная микрофлора умеет делать В9. Но если у вас синдром избыточного бактериального роста или ненормальная микрофлора патологическая, она может отобрать ваш В9. Может ли быть у фимея дефицит? Конечно, можно. Как это проявляется? Аномии, мегалобластные аномии, нежелезодефицитные, когда клетки крови очень большие. Потом страдают слизистые. Это гласиты, печёт язык. Это колиты, энтериты. И потом страдает кожа дерматиты. И в конечном итоге добегает иммунный дефицит. Потому что вся иммунная система – это быстро размножающиеся клетки. Какой выбрать? Любой выбрать. Мы используем обычно фолиевую кислоту, которая есть в любом поливитаминном продукте. Но рабочая формула – тетрагидрофалат. Вот поэтому есть люди, у которых есть генетическая поломка, и они не могут из фолиевой кислоты делать активную форму тетрагидрофалат. Соответственно, они используют тетрагидрофалат. В каких программах использую во всех, особенно подготовка к беременности – это абсолютно необходимо. И, конечно же, если есть анемия, даже железодефицитные все равно.